И мы приветствуем всех сегодня на нашем вебинаре, темой которого будет публикация вашей статьи в рейтинговом журнале. И вебинар буду сегодня ввести я, Виктор Куцый, менеджер по развитию Springer Nature. По содержанию презентации мы рассмотрим программы для управления вашим цитируемым материалом, дадим рекомендации бесплатных и платных программ, рассмотрим структуру статьи, вступление, результаты, дискуссию, обсуждение результатов, а также во многих деталях рассмотрим графическую презентацию, таблицы, схемы, графики и также разберемся, какие основные ошибки при форматировании статей отмечают наши редактора. По процессу публикации, как и в прошлых презентациях, чтобы понимать, на чем мы сегодня будем фокусироваться, это именно написание манускрипта. Если сравнивать с вчерашним вебинаром, те, кто был на нем, или же, возможно, посмотрят запись этого вебинара, где мы рассматривали подачу на публикацию, а также процесс редактирования. И сразу же перейдем к первому слайду, а именно программы для управления цитируемым материалом. Многие из вас уже пользуются данными одной, или у них был опыт пользования несколькими из этих программ. И на самом деле на рынке их сейчас достаточно много, и многие из них выполняют свои функции успешно. Из них первые четыре в этом списке – это однозначно лидеры среди пользователей, как по отзывам, так и просто по количеству пользователей в каждом из них. Зеленым отмечены бесплатные программы, и желтым отмечены программы с платной подпиской. ReadCube немного дешевле будет, а EndNote, если я не ошибаюсь, сейчас будет, наверное, одними из самых дорогих вариантов для этих программ. Помним, что сейчас практически каждый автор-исследователь, который активно публикуется в журналах, пользуется данными программами. Почему? Потому что это экономит огромное количество времени, а также уменьшает шанс допустить ошибку при форматировании ваших библиографий и списков использованной литературы. И, как следствие, используя эту программу для написания статьи номер один, вы этого не ожидаете, но вы также помогаете себе уже при написании статьи второй, следующей в будущем. Потому что вы собираете весь этот цитируемый материал, он никуда не пропадает, он категоризируется, вы создаете свои собственные каталоги из материалов. И уже в следующий раз, когда вам нужно будет прибегнуть к использованию данной программы, все эти каталоги и списки будут доступны для вас и для повторного использования. Поэтому очень советуем не обойти, хотя бы пройтись по бесплатным программам EasyBib и Mendeley, попробовать их функционал. И помним, что хоть программы эти могут быть немного сложны в использовании, но сейчас есть большое количество видео на YouTube, тренингов, а также материалов, доступных прямо на сайтах, официальных сайтов, дистрибьюторов этих программ. То есть прямо на их сайтах вы сможете найти какие-то учебные пособия по их использованию. Перейдем дальше к следующему слайду и разберем типы статей, которые сейчас можно идентифицировать. Первая и, наверное, один из самых используемых видов статей – это Original Research или оригинальные исследования. Другие используемые термины будут Original Article, Research Article, Research или просто Article. Все эти термины взаимозаменяемы и используются в тех или иных журналах по предпочтению редакторской команды. Но все эти термины, опять же, имеют под собой одно и то же значение. Это оригинальные исследования с оригинальными методологиями, когда исследователь генерирует, получает новые данные и на основе этих данных делает выводы и заключения. Второй тип статей – это Review Articles или обзорные статьи, где исследователь, чаще всего один из лидеров, лидирующих исследователей в той или иной сфере деятельности, по просьбе, по запросу журнала пишет обзорную статью, которая описывает, создает научный контекст в целом для других исследователей. То есть уже прочитав эту статью, другие исследователи будут иметь более-менее неплохую идею насчет того, какая ситуация в сфере науки сейчас и куда она продвинется в недалеком будущем. То есть организационная работа для просвещения. Вариант три – это короткие репорты, short reports, brief reports или communications. Этот формат подачи намного короче, чем оригинальные статьи, но несут в себе ту же функцию. То есть это подвид оригинальных статей, но в том случае, когда важным фактором является время. То есть, допустим, основной эксперимент очень обширный, большое количество подэкспериментов. И на каком-то из этапов исследователь уже сгенерировал большое количество данных, которые уже можно и показать читателю. Будет уже интересно показать. В таком случае пишется этот короткий формат исследования, репорта и публикуется под таким вот названием. Четвертый тип статей – это методологии или методы. В данном случае автор может писать обзорную статью на тот или иной метод. То есть разбирать его плюсы и минусы, его применимость в контексте науки. И возможно даже применять какие-то модификации, улучшения методологии. Или же наоборот – разбирать, почему методология не работает и почему к ней не стоит прибегать в будущем. Пятый тип статей – это case studies. То есть отчеты, короткие опять же отчеты о необычных, нештатных клинических или лабораторных случаях. В большинстве своем используется в биомедицине и особенно в сфере клинических исследований. То есть, например, когда нужно срочно написать о неожиданных, побочных действиях какого-то лекарственного средства. Почему? Потому что это лекарственное средство находится на стадии разработки. И если эти неожиданные последствия проявились на одном из сайтов, так называемых, в одной клинике, то исследователи должны как можно быстрее предупредить и других исследователей, которые, возможно, используют это средство и в своей практике в других клиниках. И шестой тип или, так сказать, подгруппа – это все новостные жанры статей. То есть это могут быть как news, news features, matters arising – это широко используемый вид статей в журналах Nature. То есть мы описываем какие-то важные события в науке, опять же, в более таком публицистическом формате. И здесь основной идеей, основным посылом будет донести эти важные новости до читателя как можно быстрее. Далеко не все журналы используют все шесть подтипов статей. В каждом журналах используются от одного до трех, максимум четырех типов статей. Поэтому если у вас уже есть готовая статья и вы выбираете журнал под эту статью, помните, что в каждом журнале есть свои требования по типажу статей. Поэтому обязательно изучаем сайты журналов. Перейдем к следующему слайду, к структуре статьи. И уже сейчас вы можете заметить, что у каждого типа статьи будет своя структура. Логично. Но в данном случае мы разберем структуру, именно присущую оригинальным исследованиям. То есть уже знакомая нам структура Эмрат, которая развивалась очень давно. В данном случае у нас есть схема, опубликованная исследователем прямо на Спрингере, где развивается идея, как же можно использовать данную структуру более эффективно, чем использовалась до ныне. Эмрат, то есть Introduction, Methods, Results и Discussion, вступление, методы, результаты и дискуссия. И основной целью, тот, кто уже был на вчерашнем вебинаре, слышал, как мы обсуждали данный слайд, я повторюсь еще раз, есть некая геометрическая зависимость. То есть мы видим, что широкие края и узкие края есть у вступления, дискуссии, а также у тезиса, абстракта. Это объясняется тем, что мы, начиная писать статью со вступления, мы идем от общего глобального вопроса, описываем ситуацию в науке, описываем научный контекст, в котором данная статья будет позиционироваться. И уже хронологически идем от общего к специфическому, где мы уже позже начинаем описывать результаты нашей статьи, методы и какое влияние именно наша статья будет иметь на читателя, на науку. Точно в той же схеме дискуссии мы идем от специфического, то есть мы обсуждаем результаты именно нашей статьи, мы обсуждаем сложности, с которыми мы столкнулись, мы обсуждаем сильные и слабые стороны методов, которые были использованы. И уже впоследствии мы переходим к более глобальному, а именно какое влияние имеют все эти результаты на науку, возможно, не в нишевом смысле, так и на науку в глобальном смысле. И заметим, что вот абстракт, он имеет и такую форму и в начале, и в конце. То есть мы начинаем от глобального, переходим к специфическому и опять заканчиваем уже в конце глобальным обсуждением всех использований, обсуждением, обсуждением того, какие последствия будут иметь публикация данной статьи. И начинаем мы именно со вступления. В конце презентации, если у нас еще будет время, мы обсудим заглавие, мы обсудим обязательно тезис или абстракт и ключевые слова. А сейчас переходим к вступлению. Мы рекомендуем трехпараграммную систему, начиная с развития научного контекста, потом переходим к цели нашего эксперимента и финализируем способом достижения. То есть создаем логическую цепочку, которую будет легко понять, легко зацепить нашего читателя. В научном контексте мы упоминаем важные достижения в нашей сфере деятельности, создаем так называемый научный контекст. При этом, как я упоминал кратко вчера, мы не создаем здесь обзорную статью. То есть частая ошибка, которую делают исследователь, автор, это добавление слишком многих деталей. То есть, чтобы объяснить научный контекст нашей работы, мы должны упоминать работы других исследователей. и при этом мы просто упоминаем, ссылаемся и коротко говорим о том, что именно было достигнуто этим автором. Но ни в коем случае не обозреваем. То есть не нужно слишком много времени инвестировать, именно расписывать длинными предложениями, что было достигнуто теми или иными учеными. При этом соблюдаем баланс точек зрения. Должны быть эксперименты и исследования, которые как поддерживают ту или иную мысль, так и ею противопоставлены. То есть, какой бы гипотезу или тезис вы не выносили, не придерживались, всегда помним, что объективность требует принятия нескольких сторон зрения. Помним, что от нас также ожидают баланс новых цитирований. Это не какой-то закон, это просто рекомендация. То есть, рекомендация того, что средний возраст публикации, которые мы используем при создании вот этого контекста, должен быть не более 10 лет. Но если вам нужно прибегнуть к использованию референтных работ, к использованию архивов или старых публикаций, это абсолютно нормально. Никто ни в коем случае вас не должен останавливать. Уже в следующем параграфе, где мы описываем более специфично, опять же, видим данную систему, мы идем от общего, глобального, переходим к более специфичному и еще более специфичному уже в следующем параграфе. Цель нашей работы может быть разной, она может состоять в заполнении пробелов в нашем знании или понимании того или иного вопроса. Мы можем расширять контрольную группу или расширять ее по возрасту, по другим факторам, улучшать практики, возможно, проверять практики и так далее. То есть в любом случае мы обязательно должны определить, что же именно мы пытаемся достичь, чего мы пытаемся добиться данной публикации и экспериментом. Уже следующей нашей целью будет описать способ достижения. Как именно мы достигаем, то есть какие методы мы используем, какие статистические анализы, тесты мы используем, и в конце концов, как использование всех этих методологий и их применение продвинет сферу нашей деятельности. При этом мы описываем нашу методологию коротко, всего лишь в нескольких предложениях. Не нужно вдаваться в слишком глубокие детали. Детали мы будем разбирать уже в материалах и методах. Говоря о материалах и методах, мы используем систему подзаглавий или подзаголовков. То есть каждый раз, когда вы описываете новый эксперимент, новый метод, мы обязательно должны выделять это в тексте, чтобы было понятно, что это новый эксперимент, новый метод. Время в методах используем только прошлое, то есть в английском это past simple. Если мы используем адаптированный метод, то есть тот, который уже использовался и уже описан другими исследователями, все, что нужно сделать, это очень коротко описать и процитировать первоисточник, ту базу данных, ту публикацию, где другие исследователи смогут найти этот метод. Если же вы используете новый метод, причем это может быть как полностью новый метод, так и модифицированный старый метод, то есть если вы внесли хотя бы небольшие изменения, уже адаптированный метод, в таком случае мы должны уделить намного больше времени его описанию, мы должны расписать большее количество деталей, все, что нужно для обеспечения повторяемости этого эксперимента. Помним, что в конце концов недостаточность деталей, добавление деталей, это одна из основных причин отказа при публикации, потому что эксперимент банально не может быть воспроизведен. И, само собой, не забываем, что материалы и методы также к материалам и методам также относятся и статистика, использование статистических моделей, анализов и тестов. Поэтому все эти тесты мы описываем. И если у нас присутствует огромное количество формул, всевозможных математических, в таком случае журнал может, может и не попросить, но все-таки может попросить отдельно, причем в отдельной программе, которая специально и сделана для того, чтобы правильно форматировать математические формулы, добавить на файл с этими формулами вместе с нашей рукописью при подаче статьи. Помните, что если вы, например, используете журнал по инженерии или журнал по той же статистике, в каждом из этих журналов будет перечислено, какую программу вам следует использовать для того, чтобы форматировать ваши формулы математические, статистические или любого другого рода. Переходим от методов и материалов к результатам, как и в прошлой части, используем подзаголовки для разделения разных частей нашей статьи или экспериментов. При этом соблюдаем логическую структуру. То есть мы результаты перечисляем не хронологически по времени их получения в ходе эксперимента, а по важности. То есть изначально описываем самые важные результаты, те, которые имеют непосредственное отношение к нашей гипотезе и ее ответу на эту гипотезу. И уже по порядку убывания называем другие результаты. Данная система, напомню, перейдем назад, на слайд назад, материалы и методы не используются в материалах и методах. Здесь у вас есть больше свободы. Вы можете использовать как систему хронологическую по методам, так и логическую, то есть по важности. В результатах же мы рекомендуем использовать только логическую структуру. Важный аспект и фактор, о котором нужно помнить, это дублирование. То есть при написании вашей статьи вы не раз должны спрашивать сами себя, не показываю ли я одну и ту же информацию дважды. Это, опять же, частая ошибка. Это дублировать информацию и данные в тексте, потом еще раз в таблице и третий раз в графике, возможно, четвертый раз в какой-то схеме или изображении. То есть нужно как можно лучше избегать дублирования данных. И если же все-таки вы в тексте описываете ту или иную таблицу, график, не обязательно описывать каждый пункт, каждую точку данных. Достаточно описать несколько точек данных, которые будут самыми важными для понимания всего набора данных. В статистике здесь же мы будем публиковать наши результаты статистических тестов p-values, но не интерпретируем, только перечисляем. По времени и форматированию все параграфы в результатах нужно писать в past simple, то есть в простом прошлом времени. А если же мы ссылаемся на график, таблицу, схему, то есть любой формат представления данных графических или текстов, тогда мы используем present simple или время теперешнее. И не забываем, следуем инструкциям нашего журнала. То есть на каждом слайде мы видим данную ремарку. Лучше совета от редакторов или от нашей команды вы не получите. То есть первое, на что следует обращать внимание, это инструкции. И уже от инструкции мы делаем наши решения, пишем нашу статью. Те советы, которые вы сейчас видите на экране, то есть по материалам, по вступлению, по результатам. Все эти советы это как бы усредненный вариант, максимально создан для того, чтобы не конфликтовать между инструкциями того или иного журнала. Но как только мы добавим слишком большое количество специфических инструкций, мы сразу же начнем создавать этот конфликт. поэтому вот на таком немного поверхностном уровне создаем такой скелет для понимания написания публикации. Переходим от результатов к обсуждению результатов или дискуссии. Порядок сохраняется логически, как и в прошлой части, от более важных результатов к менее важным. И обязательно нужно сравнить эти результаты с данными исследованиями других ученых. Причем сравнить, как мы это делали в самом начале и с точки зрения поддерживающих, так и с точки зрения противопоставляющих к нашим. Если в течение эксперимента у вас аккумулировались, то есть набрались плохие данные, возможно неожиданные данные, то есть эксперимент был или неуспешным, или возможно недостаточно контролируемым, мы обязательно должны обсудить, что же случилось. опять же используя какую-то объективность, постараться посмотреть на ситуацию со стороны и попытаться проанализировать, почему данная ситуация сложилась, почему данные недоказательны, неоднозначны. И обязательно предлагаем улучшение к уже существующим методам, используемым методологиям для уточнения этих данных или для уточнения их значимости. То есть не всегда провальные данные не имеют никакого научного значения. Очень часто мы просто не понимаем, какие факторы сыграли свою роль при получении этих аномальных данных. И только после понимания этих факторов мы можем понять, было ли это научно значимо или это была просто банальная ошибка. Помним, что редакторская команда, так как и эксперты, активно смотрят и оценивают вашу объективность при написании работы. То есть вы должны приземленно и объективно смотреть на ваши результаты. Что это значит? Что вы должны понимать есть ли какие-то ограничения ваших методологий, есть ли слабости, но в то же время понимание слабости и даст вам понимание сильных сторон. То есть позиционирование себя как объективного исследователя, понимающего и признающего слабости своего эксперимента значительно усиляет позицию такого исследователя в глазах редакторской команды, так и в глазах экспертной команды. И как следствие увеличивается объективность статьи, показывает ваши глубокие познания в сфере вашей публикации и как результат еще раз увеличивает ваши шансы принятия данной статьи в журнал. По значению данных в данном случае вот та же система, которую мы обсуждали в начале по МРАДу, мы опять же идем от специфического в данном случае в обсуждении результатов к глобальному. В данном случае мы начинаем описывать значения нашей статьи и результатов данной статьи на сферу деятельности как внутри ее для исследователей так и для исследователей вне этой сферы деятельности. Как, то есть какие применения будут для результатов вашей статьи для всех этих людей. Причем помним, что когда наша статья проходит экспертную оценку достаточно часто статистически достаточно часто случается то, что эксперты начинают предлагать свои идеи и даже придают какой-то новый смысл эксперименту, потому что глаз, который не привык к видению только в таком узком понимании сферы деятельности, смотрит на всю эту ситуацию со стороны возможно к смежных дисциплин науки, часто может заметить этот глаз какие-то новые значения, новые применения для результатов работы, даже если они не касаются его деятельности напрямую. И идем от значения нашей статьи к еще более глобальному описания ее, а именно ее позиционирование данных результатов в контексте науки и мы проецируем эти результаты, какое влияние они могут и будут иметь в будущем. Здесь обязательно нужно привести несколько примеров других статей, то есть мы создаем сравнение, как данная статья была эффективна до нашей публикации и как данную статью можно по-новому интерпретировать, возможно некоторые из аспектов данной статьи получают новое значение, новые интерпретации, новые возможности развития только благодаря результатам полученным в нашей статье. И заключение идет позже всех других частей обсуждения результатов и дискуссии, где в одном небольшом параграфе мы коротко повторяем нашу гипотезу, методы ее исследования коротко о результатах и также о их значении. То есть все главные мысли, которые мы развивали на протяжении всех частей нашей публикации, начиная от вступления материалов, результатов и заканчивая обсуждением наших результатов, все вот эти аспекты нужно упомянуть в заключении очень коротко и эффективно, чтобы в трех-четырех предложениях полностью сформулировать мысль. Переходим к следующему слайду и теперь мы будем смотреть на графическое представление данных. Одна из важнейших частей любой публикации, очень часто недооцененная. Мы объясним, почему недооцененная чуть-чуть позже. Но наши редактора советуют вам задаться вопросом, то есть перед тем, как создавать графики или любые графические элементы для вашей статьи, задайтесь вопросом, есть ли данные, которые читателю будет удобнее просмотреть, понять именно в графическом формате по сравнению с текстовым. Когда вы создаете график, вы создаете что-то новое или вы только дублируете то, что уже было сказано в тексте. И третий вопрос, возможно ли текстом описать данные лучше, чем эту роль выполнит график, который вы собираетесь создать. И если ответы на все эти вопросы говорят вам о том, что график лучше выполнит эту работу и не будет дублировать информацию, мы переходим к советам от редактора. Перед началом работы мы обязательно должны удостовериться в том, что качество графиков будет достаточное для их публикации. При этом 72 пикселя на дюйм будет более чем достаточно для онлайн публикации. А если ваша публикация планируется как печатное издание, то не меньше чем 100 пикселей на дюйм нужны будут для сравнительно хорошего качества и печати. И еще один совет от редакторской команды это создать отдельный документ, будь то Word, то есть любой текстовый документ и так далее, куда вы будете как в отдельную такую корзину складывать все ресурсы, все данные, все итерации ваших графиков, то есть все материалы, которые вы использовали для создания графиков будь то напрямую, то есть это данные, которые буквально были положены на ось и координат для кривых, так и непрямое использование, то есть какие-то заготовки, возможно картинки, которые вы использовали и так далее. Такой документ, если у вас в статье много графических элементов, то такой документ вы подаете вместе с вашей рукописью и это значительно упрощает работу для редакторской команды и экспертов и в таком случае просто меньше времени будет тратиться на рассмотрение всех этих графиков и как результат, который мы увидим чуть-чуть позже, редакторская команда сможет предложить вам свою помощь намного быстрее в редактировании этих графических элементов и мы увидим, что это будет иметь огромное влияние на их эффективность. Чуть-чуть позже об этом в следующих слайдах. И по подвидам графических элементов в статьях мы начинаем с наиболее распространенных, а именно таблиц. Помним, что всегда нужно добавлять эффективные детальные заглавия для таблицы, где мы добавляем два варианта есть в заглавии. Мы добавляем или методы получения данных, или же ссылаемся на результаты. уже этих методов. Или третий вариант мы комбинируем два этих аспекта и добавляем как методы, так и результаты коротко в одном предложении. При этом видим, что у каждой таблицы должно быть эффективное описание или легенда, где мы выделяем и объясняем важные пункты или точки данных, описываем статистический анализ, возможно, описываем также и погрешности, и используемые статистические тесты именно при разработке этих данных. А также определяем термины, аббревиатуры, возможно, нам нужно объяснить те или иные единицы измерения и так далее. когда вы создали вашу первую итерацию, вашу первую версию таблицы, что редакторы советуют сделать, это просто посмотреть на эту таблицу и попытаться сделать ее проще, то есть попытаться возможно повернуть или развернуть ее геометрически, попытаться передвинуть те или иные столбцы или строки так, чтобы в конце концов минимальное количество данных было презентовано для выявления и для презентации максимального количества информации. То есть минимальные затраты по месту и по в общем-то логистике этой таблицы для презентации максимального количества информации, то есть максимально логическая структура. При этом, вот как в примере на экране, обязательно оставляем больше места между строками, между столбцами и это не значит, что именно так ваша таблица будет опубликована в журнале уже в финальном варианте. когда вы подаете свою статью рукопись на публикацию, вот главное, чтобы первый ее вариант, первая итерация были успешными и уже позже редакторская команда вам предложит, какие изменения могут быть сделаны. То есть вот эти рекомендации, которые даются прямо сейчас, это те рекомендации, которые максимально увеличивают шанс вашего принятия в журнал. И не забываем, в каждом из вариантов нужно обязательно добавлять единицы измерения, не нужно дублировать единицы измерения в каждом, в каждой из точек данных, достаточно добавлять их в заглавиях, в строках или столбцах. И последнее, что просят редакторы журналов, это не окружать таблицы текстом. То есть многие из вас знакомы с статьями, видели и читали статьи Nature или на Springer, где статьи написаны в несколько колонок и таблицы могут быть окружены текстом или где-то справа или слева от текста. Все это будет добавлено уже в процессе редакции, когда редакторская команда даст вам специфические инструкции по этому. В первой же подаче вашей статьи этого делать не нужно. Все, что нужно сделать, это сделать стандартное окружение таблицы текстом сверху и снизу. То есть так, как это в стандартном режиме делается в текстовых редакторах. И уже позже, если редакторская команда попросит, вы будете изменять построение и структуру вашей статьи по их инструкциям. От таблиц мы переходим к изображениям. Изображения всегда, практически в любом случае улучшают качество статьи. То есть конечно же это необязательная часть статьи. Есть огромное количество статей очень успешных, которые не позиционируются, то есть не вмещают в себе никаких изображений или других графических элементов. Но по нашим опросам среди исследователей и читателей любое присутствие графики это автоматически улучшает понимаемость материала или не только понимаемость, но и желание, банально желание читателей зайти на вашу статью и прочесть. То есть вот как в детских книгах есть картинка хочу прочитать и вот данная тенденция она сохраняется на всех уровнях публикаций. Будь то журналы Nature, Springer, наши конкуренты статистика показывает, что картинки улучшают статью. При этом мы добавляем в каждом случае шкалу масштабирования. В данном случае в примере вверху мы видим 10-миллиметровую шкалу и вот внизу у нас есть снимки микроскопа по 3, 5, 1 микрометра. Не забываем, что каждый элемент картинки может интерпретироваться по-разному. То есть если посмотрите на эту картинку со стороны читателя, со стороны возможно читателя, который не имеет 100% понимания и знания данной темы, вы должны минимизировать возможность неправильной интерпретации данных. то есть максимально объяснить все расцветки, символы, какие-то элементы, картинки, изображения, которые могут быть в другом случае, иначе проинтерпретированы неверно. И как это сделано в примере внизу слева, видим, что было сгруппировано. То есть это одна колонка графиков, изображений, пронумерованы вместе под номером 2. И в то же время у нас есть группировка по буквам, то есть ABCD и так далее. D в данном случае это график. То есть мы видим, что график был сгруппирован вместе с изображениями, это только приветствуется на уровне публикаций. Поэтому тематически, если вы видите, что ваш график или любой другой компонент взаимодополняемы, то есть это часть одного эксперимента, или возможно это часть интерпретации данных, то есть различные методы интерпретации одних и тех же данных, и вот если положить их рядом друг с другом, они как пазлы получаются целая картинка. Если их разделить, то есть эффективность их не только уменьшится, потому что читатель видит картинку А и картинку Б, и вот сложить логическую цепочку без их физической близости друг к другу будет намного сложнее. И вот у нас есть картинка справа внизу, это гелевый электрофорез, вот даже при использовании таких простых, казалось бы, экспериментов, и мы в любом случае должны отмечать абсолютно каждый пункт. То есть мы добавляем здесь и величину наших кусочков нуклеиновых кислот, так и отмечаем в каждом случае каждую из представленных точек, каждую из представленных точек, чтобы максимально как я и сказал ранее нигилировать вот возможность неправильной интерпретации. Будет намного хуже, если мы добавим слишком, то есть недостаточно текста, чем слишком много. Поэтому при первой подаче вашей статьи на публикацию имеет смысл написать слишком большое описание. Добавьте слишком много деталей, все детали, которые приходят вам в голову в описании, в легенде картинки. И доверьтесь редакторам, они скажут вам, что нужно удалить. То есть редактора не всегда знают, что можно добавить, но они абсолютно точно скажут вам, что лучше удалить. То есть данный метод вам поможет в будущем. И переходим от изображений к графикам. Графики абсолютно точно один из основных методов презентации наших данных графических. И существуют очень строгие стандарты по их форматированию от журнала к журналу, поэтому повторюсь опять же, как и повторялся до этого, обязательно изучаем инструкции журналов по форматированию данных для того, чтобы случайно не потратить свое время, форматируя элемент графики так, как этого делать не нужно. Но некоторые советы будут универсальными, а именно это всегда нужно использовать маркировать единицы измерения на осях координат. Мы обязательно должны отмечать все кривые графиков или разными цветами, или пунктиром, или другой структурой и так далее, чтобы можно было просто и очевидно к тому, какая кривая графика относится к какому набору данных. То есть очень часто, вы сами знаете, это все сливается в одну кучу особенные все это сливается в одну кучу и невозможно определить, какой график показывает какой набор данных. В данном случае все на примере все очень просто. У нас имеется толстая синяя линия, красная сплошная линия и красная пунктирная. сразу понятно и нет никаких сомнений о том, какая линия относится к какому набору. в названии мы пользуемся тем же принципом, что мы использовали и в таблицах. То есть у нас три варианта. Мы называем методы получения данных, номер два мы называем результаты данных или же мы комбинируем оба метода и коротко описываем как методы, так и результаты. в легенде графика мы обязательно описываем наши методы, то есть уже в более раскрытой форме методы и техники, использованные при получении набора наших данных. упоминаем все статистические тесты и тесты, которые были использованы для рассчитывания отклонений и неточностей. То есть в данном случае я не уверен, какой именно статистический тест был использован для рассчитывания этих отклонений, но частый метод это среднее квадратическое отклонение, мы использовали и так далее. То есть описываем максимально все методы, все математические формулы и так далее. Если у вас есть большое количество формул, которые использовались, мы делаем отсылку. То есть мы делаем отсылку из легенды одного графика на материалы, которые дополняют этот график в целом. То есть возможно это какие-то дополнительные материалы, которые вы будете подавать вместе с вашей статьей, вот те же документы с формулами и так далее. Не забываем определить все важные термины, аббревиатуры, иногда также важно определить единицы измерения, то есть вся нужная информация для того, чтобы наш график вот так вот как он выделен вот сейчас на примере, то есть у нас есть название, у нас есть ссылка на основную статью, у нас есть сам график с точно и детально описанными данными и также легенда. То есть вот если представьте себе читателя, который не имеет, не видел вашу оригинальную статью, только видит ваш график и вот только имея вот эту информацию у читателя должно сложиться более-менее правильное впечатление о том, откуда этот график, какая тема исследования, какие результаты и так далее. То есть он должен быть самодостаточен этот график по количеству и набору данных презентованных как в графике, так и в легенде. Ну также помним, что не нужно добавлять слишком много информации. Слишком большое количество кривых на одном графике просто-напросто уничтожат саму идею. Это чистота для понимания. То есть он должен быть ясным и все должно быть на руке. У нас не должно быть беспорядка и хаоса. Переходим к следующему пункту. Под следующим пунктом у нас перечислены схемы. Если предыдущие виды графических элементов можно использовать в графике, например, это результаты и обсуждение результатов, изображение можно использовать в методологиях, то схемы можно использовать практически в любом в любой части нашей публикации, уже начиная с абстракта или нашего тезиса вступления. То есть в любом случае схемы прекрасно исполняют свою роль при построении логических цепочек. То есть все, что нужно читателю для понимания возможно эксперимента, для понимания всех действий, которые были предприняты для раскрытия гипотезы. Возможно это логическая цепочка, которая поможет понять процессы физические процессы, химические процессы, биологические процессы и так далее. То есть если у вас стоит задача упростить огромное количество данных, огромное количество текстового формата данных и синтезировать это все, уменьшить это все в размере и дистиллировать самую суть, в таком случае схемы сыграют для вас отлично выполнить эту роль. Помним, что при загрузке схем в журналы существуют точно такие же высокие стандарты и нормы, к которым нужно прибегать, к которым нужно обязательно вычитать, изучить и применять. Очень часто при том, когда автор загружает уже свои схемы, то есть возможно автор использовал какой-то сервис, возможно использовал программы графического дизайна, то есть те или иные методы, автор подгружает эти картинки, редакторская команда скорее всего в 9 случаев из 10 предложит свою помощь по их форматированию и от вас будет зависеть согласитесь ли вы или нет, а уже на следующем нескольких слайдах мы посмотрим стоит ли вам соглашаться на это или нет. Помним, что сейчас популярны комплексы графики, все, что особенно это популярно в журналах таких как Nature и в сферах науки, где постоянно, на постоянной основе ученые получают огромные наборы данных, например, в биоинформатике или биохимии и так далее. То есть у нас есть огромные наборы данных и у нас есть возможность презентовать их под разными точками зрения, под разными графическими составляющими, показать системность тех или иных процессов на уровне молекулярном, на уровне клеточном, тканевом и так далее. И уже на уровне, конечно же, системном как организма. Вот если вам интересно, зайдите на журналы Nature, особенно те, что относятся к биоинформатике. Там будут просто такие колоссальные, огромные комплексы графики на полстраницы или даже больше. Очень часто загружены, перегружены информацией. Но это уже будет на рассмотрении у редакторской команды. Для нас же стоит понимать, что комплексы графики это отличный метод, сэкономить место, а также увеличить эффективность презентации данных. Точно в том смысле, как и говорилось несколько слайдов назад на изображениях. Мы используем логическую структуру по пониманию и каждый из прочитанных графиков, начиная от первого и заканчивая последним, они выстраивают логическую цепочку, читателю, которая после прочтения всего графика дает большой кусок информации читателю. И в таком случае не нужно будет разбрасывать все эти графики, все эти изображения и схемы по бумаге, по вашей статье и собирая все это, фокусируя внимание читателя в одном этом месте читатель получает от этого больше. Вот задаемся опять же мыслью, потому что основной наш фокус должен быть на читателях. Не на редакторах и не на экспертах, а на читателях. Мы как исследователи, как экспериментаторы должны понимать, что то понимание темы исследователя, которое у нас есть, оно намного больше, чем у любого другого человека. И поэтому нужно идти навстречу и быть хорошим коммуникатором, возможно, даже учителем в каком-то смысле, и коммуницировать данные и результаты наших статей так, чтобы это было понятно практически на инстинктивном уровне даже тем читателям, которые не имеют прямого отношения к нашей сфере деятельности. Совсем недавно, а именно в июне 2021 года мы провели исследование по этому поводу, а именно на основе журналов Nature и увидели, что то, о чем я говорил, огромное влияние имеют графические элементы на восприятие работы обычным читателям. То есть 95% из опрошенных сказали, что любое графическое представление данных улучшает качество работы. При этом 91% согласились с тем, что это делает работу намного более доступной для понимания. При вопросе, какое значение графические элементы имеют для вас, они сказали, что 72% сказали, что присутствие графических элементов будет иметь решающее значение в вопросе, буду ли я читать ту или иную статью, просмотрю ли я ее. И 95% огромные цифры согласились, что читая статью, в которой присутствуют графические элементы, они получили больше удовольствия от прочтения ее. помним, то есть еще один опросник был использован, то есть была использована работа научная, статья, и сначала использовалась эта статья без, полностью без графических элементов. Второй вариант этой статьи использовал графические элементы, которые были созданы и отправлены автором этой статьи, и в третьем варианте использовались уже графические элементы, которые были отформатированы сервисами того издательства, в котором публиковалась эта статья, а в этом нашем случае это был журнал Nature, один из журналов Nature. Мы видим, у нас есть корреляция в том, что когда читателям этой статьи дали опросники по статье, то есть это были простые опросники с вопросами, относящимися непосредственно к данным и теме данной статьи. Когда не было графических элементов, результаты были намного хуже, то есть только 50% правильных ответов. при использовании графиков, которые создал сам автор, это значительно поднялось до 70%, и при использовании графиков, которые были созданы с помощью сервисов Nature, ответы поднялись до 100%. Ну и конечно же знаем, что у нас здесь не самая большая контрольная группа, то есть у нас 17 человек, 13 человек. конечно же при увеличении данной, расширении данной группы эти 100% уже не будут такими явными, но тем не менее корреляция тоже заметна, и главная мысль этого эксперимента говорит нам, что банальное использование даже низкокачественных графиков и графических элементов увеличивает шанс прочтения вашей статьи, понимаемость, то есть простоту ее прочтения, а также удовольствие, которое будет получать, субъективное удовольствие, которое будет получать читатель от прочтения. И уже в втором эксперименте чем выше качество того или иного графика, тем выше будет в конце концов объективное понимание и готовность читателя правильно отвечать на вопросы по той или иной публикации. У нас осталось еще совсем немного времени, мы коротко пройдемся еще по некоторым аспектам, то есть у нас остались еще ключевые слова, написание абстракта или тезиса, а также заглавий, но поскольку по временным рамкам мы еще можем не уместиться, давайте пройдемся первое по частым замечаниям по форматированию. лимит слов очень часто будет проблемой. Добавление всех частей в публикации, как и на прошлых слайдах, напоминаю, что все инструкции по публикации будут задекларированы и добавлены на сайте журнала, поэтому первым на что посмотрит редактор это прочли и выполнили ли вы данные инструкции, в том числе добавление всех частей, добавление контактной информации, графики и таблицы добавлены в нужной части статьи, правильно отформатированы цитирования, правильный тип файла выбран при передаче статьи, вы задекларировали отсутствие или присутствие конфликта интересов, согласовали этические нормы, а также есть согласие от всех авторов, исследователей, соавторов о том, что данная статья будет опубликована именно в этом журнале. и добавляя и читая инструкции по форматированию статьи, вы просто должны для себя создать список, по которому вы будете проходиться, то есть уже есть написанная статья и вы по пунктам смотрите, сделал ли я пункт номер один, да или нет, сделал ли пункт номер два, да или нет, и так проходимся по всему списку, чаще всего там будут десятки страниц таких инструкций, поэтому работы будет достаточно много. И у нас еще есть время коротко пройтись по одному из этих аспектов, которые мы пропустили, я думаю, мы пройдемся по заглавиям, помним, что это первая коммуникация с вашим читателем. и чаще всего, то есть бывают ситуации, когда у читателя, кроме названия вашей статьи, нет больше ничего. То есть как так получается, как такую ситуацию решить? очень часто читатели, студенты, профессора находят статьи не на сайте Спрингера, не на сайте других издательств, а на сайтах своих библиотек, которые используют свои базы данных и агрегаторы этих публикаций. и библиотечные базы данных чаще, очень часто не имеют, как бы, не перечислить, добавляют к статьям, которые там есть, основной текст статей. То есть, все, что есть, это название и, возможно, ключевые слова, имена авторов и название журнала. Больше нет ничего. Поэтому, когда проводится поиск по словам, по словосочетаниям, как бы этот поиск не был сформулирован, единственное, на что опирается поисковик, то есть, электронная система поисковик, это только на словосочетание названия вашей статьи. Поэтому, помним, что хорошее заглавие должно сообщить главную тему статьи и привлечь читателя. То есть, все главные термины должны быть перечислены, а также должна не indirectly, не напрямую понятна гипотеза вашей статьи. При этом, наши редактора советуют создать несколько опций, несколько вариантов заглавия для вашей статьи и уже из них синтезировать объединить их в лучший вариант, который будет иметь большую эффективность именно для поисковиков. Потому что сейчас при наличии миллионов и миллионов статей ни один читатель не будет вручную находить вашу статью среди всего всего этого количества огромного. Все это делает за читателя электронный движок или поисковик. Поэтому помним, что все те слова, которые вы хотите, чтобы всплывали в поиске, какие слова используют читатели для нахождения статей, именно эти слова вы и должны включить в название, чтобы ваша статья всплывала как можно чаще в результатах этого поиска. И именно это отличает заглавие от ключевых слов. Опять же, ключевые слова это еще более специфичнее сервис, инструмент для вот этих индекс провайдеров и электронных поисковиков для обнаружения вашей статьи. То есть вот точно та же функция, что и в заглавии, но помним, что очень часто при загрузке вашей статьи в библиотечную базу данных теряется главный текст, очень часто теряются ключевые слова и все, на что опирается компьютер, это поиск вашей статьи через заглавие. И на данный момент времени мы приблизились к нашим временным рамкам, поэтому перейдем сразу же к вопросам и ответам. И я сейчас останавливаю запись вебинара. Спасибо.